всем привет сегодня у нас расклад а помогающий то есть сегодня расклад будет для тех кто ну не сидит на месте хочет развиваться саморазвиваться и так далее и в раскладе будут подсказки на какое не на какой аспект своей жизни нужно обратить срочно внимание вытянем по три карты первая карта про личную жизнь вторая карта про работу и третья карта про финансы то есть срочно нужно обратить внимание помогающий почему скажу в каком аркане и где это нужно проработать для проживающих арканы потому что некоторые люди заблудились и намерение на арканы ставят там пусть в антарктиде ледники больше не дают и так далее хотя в проживании арканов вам дается пещера полное золото и некоторые люди забирают одну монетку медную дырявую и выходят после проживания поэтому а я как говорю нужно золото из этой пещеры как говорится даже в трусы пихать и куда только невозможно засунуть засунуть вот ну вы меня поняли и так давайте начнем расклад и и так семерка пентаклей жрица и и и и и и и обратить внимание на то, как ты строишь свои отношения. Вот смотри, ты давно вкладываешься в эти отношения, но ты чувствуешь, что результаты, они не оправдывают ожиданий. И это связано с тем, что ты ждешь слишком многого, и не даешь своим чувствам, отношениям развиваться естественным образом. И сейчас вот настало время пересмотреть свои вот эти ожидания и понять, что именно хочешь ты от этих отношений, понимаешь? И скорее всего ты чувствуешь некоторое такое, знаешь, вот разочарование, да, возможно, вот от того, что твой партнер не проявляет такой же инициативы, как и ты. Ну и отношения, соответственно, не развиваются так быстро, как тебе бы хотелось. И здесь, ну или вообще они не появляются. И вот здесь вот важно остановиться и оценить, стоит ли вообще продолжать, как говорится, инвестировать свои силы вот в эти отношения, да, или нужно изменить свой подход. И неважно, есть у тебя отношения или нету, но нужно изменить свой подход. И вот настало сейчас время поговорить с партнером, если он у тебя есть, да, откровенно, и понять вот, как вы оба видите ваше совместное будущее. Если отношений нет, то тебе нужно остановиться и обдумать свой подход. Понимаешь? Для тех, кто проживает арканы, вот, чтобы с этим совсем справиться, тебе нужно в аркан влюбленных посмотреть. Этот аркан, он поможет тебе разобраться вот в своих чувствах, понять, что для тебя действительно важно в отношениях. И, соответственно, он поможет принять важное решение. То есть сделать выбор. Это аркан выбора, понимаешь? И выбор такой, который касается твоей личной жизни. И этот аркан, он научит тебя вот выбирать сердцем, но при этом оставаться честной с собой, понимаешь? Так, а по работе? Ну, смотри. На работе сейчас все вот так вот неоднозначно, да, как может показаться на первый взгляд. Есть вот вещи, которые скрыты от тебя. И чтобы справиться вот с текущими проблемами, тебе нужно проявить осторожность и проницательность. Потому что кто-то из коллег, ну, или начальников, да, пытается манипулировать ситуацией в свою пользу. И это, соответственно, негативно сказывается на твоем положении на работе. И важно внимательно следить за тем, что происходит вокруг. И не принимать решения, основываясь вот, как сказать, ну, на поверхностной информации основываясь, понимаешь? И этот период, он требует от тебя вот интуитивного подхода пожриться, потому что тебе вот прям вот максимально нужно доверять своим внутренним ощущениям. Ты вот чувствуешь, что идет что-то не так. И это правда, понимаешь? То есть карта интуиции, она тебе говорит, да, это правда, но ты, как сказать, но ты не сильно своей интуиции доверяешь. Ты доверяешь поверхностной информации, которую, как говорится, ты можешь пощупать, но интуиции ты не доверяешь. И ты можешь сейчас столкнуться, знаешь, вот с недосказанностями, какими-то скрытыми мотивами, которые усложняют твою рабочую ситуацию. И ты это уже видишь, понимаешь? И тебя пытаются на работе, вот знаешь, вот как, подковырнуть, вот слово опять, провокации, провокации, стараются тебя провоцировать, понимаешь? И вот важно не поддаваться вот на эти провокации и не принимать вот таких решений на эмоциях, понимаешь? И вот для того, что если ты арканы проживаешь или думаешь проживать, то для того, чтобы вот разобраться с этой проблемой, тебе нужно зайти в аркан-отшельник, ну, когда ты до него дойдешь, да? И вот в отшельнике реши эти все проблемы. Этот вот аркан, он поможет тебе уйти вглубь себя, понимаешь? Чтобы вот найти ответы на вопросы, которые тебя беспокоят на работе. И он научит тебя быть осторожной, терпеливой. И также он поможет тебе увидеть скрытые мотивы и, соответственно, причины происходящего. И еще на эту проблему обратив самой жрица. Жрица, она развивает интуицию, третий глаз и так далее. И она тебе поможет развить интуицию и доверять своей интуиции, понимаешь? По финансам у нас, ну, обещает тебе новые возможности тускупков, открытие новых перспектив, но это требует от тебя решительных каких-то действий. Ты, например, вот получишь предложение, да, которое на первый взгляд тебе покажется там слишком хорошим, чтобы быть правдой. Или ты столкнешься вот с таким шансом, который раньше казался там каким-то недостижимым. Однако тут важно помнить, что новые возможности, они несут в себе как положительный потенциал, так и возможные риски, понимаешь? И вот этот период, он требует от тебя открытости к новым идеям, к новым предложениям, к новым проектам. Но при этом необходимо сохранять здравомыслие и не терять голову вот от первой радости, понимаешь? И это время, оно, знаешь, вот время для инвестиций в свое развитие. Там открытие нового бизнеса, запуска какого-то там творческого проекта. Ну, открытие новое открываешь, понимаешь? И тебе нужно не бояться рисковать, но делать это с головой, обдуманно, понимаешь? Не забывая о том, что могут быть и финансовые последствия твоих решений. Чтобы все было хорошо, да, если ты арканы проживаешь или думаешь, что в этом аспекте твоей жизни тебе поможет маг. Он научит тебя использовать свои ресурсы, таланты самым наилучшим образом, чтобы вот извлечь максимальную пользу, да, из вот этих, которые, возможности открываются тебе. И маг тебе поможет сконцентрироваться на цели и, соответственно, проявить инициативу, которая приведет к твоему финансовому успеху. Понимаешь? Вот тут, знаешь, вот каждая сфера твоей жизни, она сейчас требует внимания и работы. И вот личная жизнь, она нуждается в честности, в решимости, да. Работа требует интуиции, осторожности. Ну, а финансы, они предлагают тебе новые возможности, которые нужно использовать с умом. С умом, а не с головой нырять в проблемы, понимаешь? И вот эти три карты, они определяют твою, как говорится, будущую жизнь. Если ты правильно проработаешь арканы, впереди тебя вот ждут как раз серьезные перемены к лучшему. И нужно запомнить, что работа над собой, своими отношениями, да, это все ключ гармоничной и успешной жизни. И я сказал, какие арканы проработать тебе нужно, поэтому действуй. Ну, а мы с вами перейдем ко второму варианту. Так, маг, мир, император. Вот смотри, если ты арканы проживаешь, то сразу говорю, да. Первое – это в маге прорабатывать. Второе – в мире, третье – в императоре. Прям все старшие арканы. Надеюсь, что ты из них не сбежала, да. Ну, смотри, по магу, напомню, что первая карта – личная жизнь. Второе – работа, третье – финансы. На что стоит срочно обратить внимание? Ну, по магу, в твоей личной жизни наступает момент, когда требуется активное участие, да, инициатива твоя. И вот ты стоишь перед такой вот дорогой, да, где именно от твоих действий зависит, как будут развиваться отношения там с партнером или там с будущим партнером, да, если у тебя его нет. И в последнее время ты вот ощущаешь себя на вторых ролях, если можно так выразиться. То есть предоставляя возможность всем другим, ну, или другому, да, принимать решения за тебя. Но сейчас пора время взять ситуацию в свои руки. И вот все дело в том, что ты и твой партнер, вы оказались, как сказать, вот, в конфликте оказались, ссору у вас, ну, или там неясность касательно будущего, да, ваш диалог, он затих. И недосказанности вот эти только усиливают напряжение. И этот момент, когда тебе нужно проявить там свою силу, да, свою волю, и пора время честно обсудить с партнером ваши дальнейшие действия. И маг, он требует от тебя вот четких действий, он требует от тебя уверенности в своих силах. Понимаешь? Поэтому возьми инициативу в свои руки, организуй откровенный разговор. Понимаешь? Где вы вот оба сможете выразить свои мысли, свои чувства. И ни в коем случае не бойся вот быть прямой. Потому что тот самый момент сейчас наступает, когда вот твое решение и твою способность вот управлять ситуацией, они станут ключом вот гармонии в отношениях. Понимаешь? Неуверенность в своих силах, это прорабатывается в магии. Для тех, кто аркана проживает или думает проживает. Понимаешь? В этой проблеме вот как раз маг-то и будет твоим проводником, потому что нам карты показали, что маг у тебя хромает, как говорится. И маг, он символ твоей силы, да? Вот он символ твоей способности воздействовать на обстоятельства. И проработка этого аркана, да, она поможет тебе раскрыть свои таланты вот в управлении, в коммуникации, сделав вот твои действия более уверенными, уверенными, более вот решительными. Понимаешь? То есть в маге тебе становится все по плечу. Понимаешь? По работе мир смотрим. Еще раз повторяю, теневые аспекты, на которые срочно нужно обратить внимание. То есть теневую сторону мира смотрим. И вот на работе ты подошла вот к важному такому, к важному такому, к важной ступеньке, где вот завершение одного этапа открывает двери для чего-то большего. Это касается, возможно, там завершения какого-то проекта, завершения какого-то периода работы, который был для тебя там крайне напряженным, да, и требовал там максимальной отдачи. И ты уже вот видишь финишную прямую, но расслабляться еще рано. Важно сейчас вот все дела довести до конца и не упустить вот ни одной детали. То есть вот ты, например, занималась вот подготовкой какого-то там крупного отчета, да, проекта и так далее и там подобное, и вот ты уже вот видишь результаты своей работы. Но еще есть вот несколько, как говорится, штрихов, да, которые необходимо добавить, чтобы вот все прошло идеально. Это там может быть там окончательная проверка, там работа над презентацией или там подготовка, там какая-то к встрече с важными клиентами, да. И вот настал момент объединить все усилия, да, и довести начатое до логического завершения. То есть ты сейчас получаешь уже, как говорится, отдачу от своей работы, но ты упускаешь мелкие детали для полного завершения. И в Аркане Мир это поможет тебе успешно завершить все текущие дела, да, подготовиться к новому этапу, это если ты Аркана проживаешь. Этот Аркан, он про вот завершение цикла, да, переход на новый уровень. Он поможет тебе вот найти удовлетворение от проделанной работы и, соответственно, уверенность в своих силах. Понимаешь, заодно в мага заплини. Хотя и там, и там на мага просто два намерения сделай, чтобы тебе все было по плечу и отношения, и в плане работы завершить. Так, финансы у нас император, и вот финансовая сфера, она требует от тебя дисциплины и твердости. В последнее время ты ощущаешь вот давление на работе, да, или вот необходимо взять на себя больше ответственности, там, в вопросах, связанных с деньгами, да. И это может быть там связано, там, с управлением семейным бюджетом, решением каких-то финансовых вопросов в плане покупок, да. И вот тебе нужно занять позицию лидера и, соответственно, принять важные решения, которые помогут стабилизировать и укрепить твое финансовое положение. То есть, знаешь, вот, тебе нужно взять финансы под собственный контроль. Понимаешь? И важно подойти вот к этому вопросу с огромным расчетом и холодной головой. И ни в коем случае не допустить вот этих импульсивных решений. Понимаешь? То есть, ты должна действовать как император, да, твердо, уверенно и, самое главное, осознанно. Понимаешь? Самое главное сейчас в финансах тебе обратить на осознанность в трате денег. Поможет это, конечно же, император. Он поможет вот обрести уверенность в финансовых делах, да, научиться контролировать, поможет там деньги, распределять ресурсы. Это для тех, я имею в виду, кто арканы проживает или думает. И вот этот аркан, он научит тебя дисциплине. Он научит тебя ответственности. И что вот особенно важно, да, в вопросах финансов, это долгосрочному планированию научит. Понимаешь? В императоре я написал задание, помимо всего прочего, да, помимо там лекций и так далее. И вот это задание обязательно нужно выполнить. Под каждый аркан есть задание. Кроме некоторой арканы, там задание не нужно, да, это, например, там жрица и так далее. Вот в императоре есть задание, его нужно обязательно выполнить. Вот прям 100%. Поэтому обязательно возьми свою жизнь в собственные руки. В плане финансов, я имею в виду. Ну и так тоже хорошо. В общем, твоя личная жизнь, твоя работа, твои финансы, они требуют твоего внимания и решительных действий. И, соответственно, проработка в арканах маг-мир-император, да, это даст тебе необходимые инструменты для успешного управления вот этими сферами жизни, понимаешь? И вот каждое действие, которое ты предпримешь, оно станет шагом к укреплению твоих позиций и, соответственно, к достижению гармонии. Поэтому тебе, вот знаешь, вот нужно запомнить, что только ты в силах изменить свою жизнь к лучшему. Никто другой. Вообще никто. Ни мужчина твой, ни подружки, ни друзья. Никто. Только ты. Поэтому прояви инициативу, да, доведи там дела все свои до конца, возьми контроль над своими финансами, и успех он не заставит себя ждать. Всего-то ничего нужно сделать. Это был у нас второй вариант. Давайте посмотрим третий вариант. Так, девятка кубков, пятерка пентаклей и повешенный. Да, пятерка пентаклей не порадовала. Ну смотри, личная жизнь, да, девятка кубков. А в ней наступает момент, когда ты должна обратить внимание на свои желания и удовлетворение от отношений. Ты, знаешь, вот ты слишком сосредоточена на своих собственных удовольствиях, на своих собственных стремлениях, забывая о том, что вот отношения, они требуют взаимности и компромиссов. И сейчас время, вот когда стоит задумываться вот о том, насколько твой партнер, он доволен вашей связью. И, соответственно, нужно уделить больше внимания его потребностям, его желаниям. Не полностью, а побольше внимания, понимаешь? И вот ты и твой партнер, вы оказались сейчас в такой фазе, когда один из вас, и мы понимаем, кто это, да, ощущает нехватку внимания, ну или какой-то эмоциональной отдачи. Ты слишком погружена вот там в свои хобби, в свои увлечения, в карьеру, а в это время партнер чувствует себя обделенным твоим вниманием, понимаешь? Ты вот довольна тем, как все складывается для тебя, но задумывалась ли ты вообще, насколько счастлив твой партнер, понимаешь? И вот пришло время-то выровнять этот баланс. Организуй какой-нибудь вечер, там, не знаю, там, посвященный вашему общению, да, там, отметь что-нибудь, неважно что, извиняюсь, отметь последнюю пятницу на этой неделе, понимаешь? Важно показать, что чувства твоего партнера и желания егошни, егошни, они тоже имеют для тебя значение, понимаешь? И вот эта твоя отстраненность, это все прорабатывается в императрице. Императрица, она поможет тебе, вот, гармонизировать отношения, понимаешь? То есть раскрыть в себе заботу, раскрыть в себе, там, внимание к партнеру, создать атмосферу любви, поддержки, понимаешь? Если ты, Аркана, не проживаешь, императрица, много чего другого, да, там, женская самооценка, женственность, убирание Петровича и так далее, и тому подобное, и ценность свою обретают. Это для тех, кто в Аркана проживает. Но вот именно в твоей ситуации в императрице прорабатываешь именно вот это. То есть раскрываешь в себе гармонизацию в отношениях, вот как это слово сказать, да, то есть раскрываешь в себе заботу и внимание к партнеру, да, и атмосферу любви. Ну, так. По работе. Ну, на работе по пятерке Пентакли ты сталкиваешься с трудностями, которые связаны вот с нехваткой ресурсов. И вот ты чувствуешь себя изолированной, денег не хватает, или там недооцененный чувствуешь себя вот в профессиональной сфере. И вот оно время, когда нужно обратить внимание, и дед тебе про это говорит, на возможности для вот улучшения своего положения. И будь то поиск, это пусть будет там новых решений, повышения квалификации или пересмотра вообще своих ожиданий. И вот там представь, что твоя компания, да, она проходит через сложный финансовый период. И, соответственно, это сказывается на твоем доходе. Ну, и на условиях труда тоже. И в данный момент тебе приходится работать больше, но за меньшие деньги. И ты уже начинаешь сомневаться вот в своей ценности, да, как специалиста, и там в том, что вообще тебе эта работа нужна. Вместо того, чтобы погружаться в чувство отчаяния, важно сосредоточиться на поиске альтернативных путей развития. Понимаешь? Это может быть решение там пойти к руководству, да, с предложением по какой-либо оптимизации процессов, да, там, ну или если у тебя нет такой возможности, там, то поиск подработки или даже вообще переосмысление своей карьерной стратегии, понимаешь? Тебе нужно быть готовой к тому, что эти проблемы, они потребуют от тебя решимости и готовности адаптироваться к новым условиям, а не сидеть в болотце, понимаешь, и ждать там, когда уволят, когда компания закроется или еще что-то другое. Понимаешь? Прорабатывается это, конечно, все в аркане маг. И это если ты хочешь подработку, давай я разобью на арканы, на мага, заходишь в мага, ставишь намерение найти подработку вот с такой-то зарплатой, мы вчера, кстати, в магическом чате про это говорили, ставишь намерение на подработку, начинаешь прорабатывать, то есть идешь тем путем, который имеет в виду подработку, добиваешься результатов и пожалуйста голосовое за вчерашний день послушай, я его ночью записал в магический чат, и я там расписал на проживание, то есть вот смотри, полное намерение на все проживание, например, там быть счастливой, давай я повторю, хотя давай, вот смотри, полное намерение на проживание, там быть счастливой, а вот от шута до мира ты разбиваешь намерение на мелкие шажочки, да, то есть в шуте ты прорабатываешь все триггеры, проблемы, детство, страхи и так далее, все, что ты принесла во взрослую жизнь, лекции и так далее, все там для этого есть, выполняешь задания и прочее, и прочее, и прорабатываешь, то есть из шута ты уже выходишь с легкостью, вот этой с легкостью, непринужденностью и так далее, заходишь в мага, что нам там для счастья надо, да, полное намерение, быть счастливой, для счастья нам нужны деньги, соответственно, намерение, то есть намерение, это желание, что ты хочешь получить от аркана, например, в маге, это когда тебе все по плечу, значит, ставишь намерение намерение на подработку, вот в твоем случае, ну или там начать свой бизнес, какой-никакой, маленький, немаленький, без разницы, главное начать, в маге тебе все по плечу, ты уверена в своих силах, соответственно, выполняешь задания, которые там, прорабатываешь триггеры, которые тебе мешают, начать бизнес, потом, ну, проработав это все, да, не будут тут распространяться, задание выполняешь, открываешь бизнес, ну, например, мы с тобой хотим свечи, да, продавать, вот, берешь, начинаешь, и в маге намерение начать бизнес, начинаешь, дальше у тебя, конечно же, там, нужен творческий подход, потому что каждый второй, да, как говорится, свечи делает, но нам же нужен творческий подход, и, соответственно, в императрице, ну, или лучше в звезде, когда до звезды дойдешь, там, в императоре, давай, сейчас я вот, так сам этот, уже перескакивать начал, да, в звезде потом, вот у тебя идет, пока ты проживаешь арканы, прорабатываешь свое счастье, вот в звезде, обрати внимание, потому что мы сейчас говорим про подработку, да, в звезде намерение на творческое ответвление, то есть твои свечи должны быть не как тысячи, как говорится, двое злорца одинаковых с лица, да, а творческий подход включаешь, и, соответственно, делаешь ответвление своему бизнесу, или улучшаешь его творчески, вот, ну это в звезде, да, а вот там в императрице, да, ты, что нам для счастья нужно? Отношения, да, все же девочки хотят отношения, не все, но большинство, хоть и врут, что не нужны и самодостаточны, вот открываем свою женственность, там платьишко красивое, этот, как его, учимся рисовать лицо, все, мужики у нас, за нами бегают, да, ну за тобой, все, отношения начали в императрице, также выполняешь задания в императрице, то есть, вот эти маленькие шаги в каждом аркане, и у тебя полное намерение, это счастье, в итоге ты получаешь, бизнес начала, мужика нашла, хорошего, потому что ты в арканах, потому что ты в арканах, проживая арканы, приобретаешь, как сказать, целостность свою, да, ты пришла к своему истинному, я, ты начинаешь себя ценить, особенно вот в императрице, ты уже не Петрович, тебе с легкостью, шута, да, все дается, потому что у тебя легкость, непринужденность, бизнес в маге, в императрице мужик, в императоре вообще у тебя, ты всех построила, выстроила границы, дедушка заболтался, дедушка увлекся и забыл, что расклад делает, ну, ты поняла, да, то есть, в императоре ты вообще выстраиваешь стратегию своего бизнеса, ты выстраиваешь границы перед теми, кто на тебе катается, и так далее, и тому подобное, послушай голосовой за вчерашнюю ночь, я там записал, там более подробно, давай финансы, повешенной, но финансовая ситуация, она сейчас требует от тебя, вот переосмысления, да, и пересмотра своих подходов, ты вот оказалась в состоянии финансовой нестабильности, и сейчас вынуждена, вот пожертвовать своими, там, привычными расходами, ради более важных целей, и вот сейчас не время для каких-то там рискованных вложений, крупных покупок и так далее, напротив, тебе нужно сейчас сосредоточиться на экономии, и на осознанном управлении своими финансами, понимаешь, ты вот задумываешься, да, о крупной покупке или каком-то там вложении, но интуитивно ты чувствуешь, что сейчас вообще не лучший момент для этого, и вместо того, чтобы податься искушению, тебе нужно остановиться и переоценить свою финансовую ситуацию, возможно, там у тебя какие-то долги накопились, или какие-то обязательства, которые требуют незамедлительного внимания, понимаешь, или там, возможно, ты осознаешь уже, что нужно вот подождать, прежде чем делать крупные шаги, и вот это время, когда нужно отложить вообще все желания потратить деньги, да, и сосредоточиться на необходимости, вот стабилизировать свою финансовую ситуацию, понимаешь, ну и, соответственно, проработка повешенного в повешенном, повешенный он тебе, если ты в Арканах проживаешь, еще раз повторяю, повешенный он поможет тебе вот принять временные ограничения, да, научиться видеть ситуацию, как бы со стороны, да, под новым углом, осознать поможет, что важность жертвы ради достижения долгосрочных целей, она важна, понимаешь, в итоге твоя личная жизнь, работа, финансы, они требуют вот внимательного и осознанного подхода, да, и помогут тебе императрица, маг, мир повешенный, они дадут тебе вот необходимые инструменты, да, для преодоления текущих трудностей, и, соответственно, для достижения счастья, ну, гармонии в своей жизни, и еще раз повторюсь, только ты в силах изменить свою жизнь к лучшему, и поэтому важно найти баланс между собственными желаниями и потребностями окружающих, да, проявить нужно стойкость перед трудностями и пересмотреть свои финансовые приоритеты, и это и есть твой путь, там, к стабильности, счастью, удовлетворению и так далее. Сейчас ты видишь ссылку на бусте, заходи в проживание, если у тебя открыто спонсорство на ютубе, то заходи в проживание, и помни, что дед всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин